приветствую друзья с вами евгений голубев сегодня у меня на обзоре новый тепловизионный прицел guide tu450 я его уже использую примерно полгода отзывы лично мои достаточно хорошие сегодня мы разберем общий функционал подробно поговорим про пристрелку я покажу как выполнить ее на дистанциях 100 200 300 метров ну и сейчас кратенько пройдемся по функционалу и вообще посмотрим сам прибор значит прибор представляет собой достаточно такую удобную конструкцию в виде обычного оптического прицела на 30 кольцах соответственно я установил его на кронштейн и на mount абсолютно без проблем далее помним что устанавливаем прицел только по уровню крышечка отъемная такая значит можно ее вообще снять здесь стоит штифт аккуратненько вынимаем да если крышка не нужно можно охотиться без нее но если у вас дождь снег конечно крышечку ставим она необходимо далее вся настройка прицела происходит буквально одной кнопочкой вот здесь у нас крутилка и она же кнопочка которая дает нам полный вход в меню то есть если мы нажимаем кратковременно то мы видим общий функционал то есть мы можем поменять пристрелку там быстро поменять 100 200 300 там 400 500 метров здесь достаточно большое количество возможностей пристрелки также поменять яркость можем зайти в режим картинка в картинке но если нам требуется более подробная детальная настройка прибора то мы зажимаем кнопочку буквально одну секунду и входим в общее меню значит справа барабанчик зум увеличение достаточно удобно на самом деле я целюсь и тут же настраивают прибор то есть надо увеличить выполняю выстрел слева съемная батарея которая в комплекте идет две одна стоит уже непосредственно в приборе что по поводу заряда заряд держит достаточно долго особенно в режиме ожидания ждущий режим очень мало потребляет энергии действительно двух батарей мне хватает на ночь буквально девять часов я могу охотиться без проблем их не высаживать полностью и 1 мне еще остается в запасе какие вопросы меня волнует да по прицелу насколько долго он включается давайте сейчас мы это с вами и проверим значит я возьму секундомер на телефоне и после старта включения да я нажимаю кнопочку на телефоне ну давайте одновременно 321 так я вижу уже логотип гайд и сразу как только смогу выполнить выстрел я нажимаю кнопку все значит в районе 13 секунд получилось общее время давайте протестируем еще раз я снова выключаю прибор режим ожидания он ходит максимально быстро и также выходит из него максимально быстро буквально одна секунда я хочу именно в таком режиме то есть я прибор не выключаю давайте второе вторая попытка снова одновременно нажимаю смотрим снова вижу логотип гайд как только увижу прицельную метку нажимаем на секундомер до снова 13,3 секунды в принципе это вполне достаточно до чтобы там прицелиться выполнить вкладку 13 секунд от не так много в общем этот параметр меня вполне устраивает что мы сделаем сейчас сейчас мы пристреляем статным образом на дистанцию 100 метров вот каждый сушак я буду вам пояснять более подробно я сниму видео своих шагов с телефона сюда поставлю камеру да но это будет уже в других условиях сейчас холодно как бы здесь мы этого делать не будем я просто буду пояснять значит прицел имеет функцию записи и фотографии то есть это вторая кнопочка включение выключение кнопочка номер один далее как зарядить прибор и снять с него весь необходимый видеоматериал значит вот такой у нас вход значит два обычный type-c и второй разъем уже стандартный разъем для телефонов то есть вы можете взять комплекта шнур и быстро в течение там нескольких секунд до скачать видео как с обычной флешки еще покажу вам что входит в комплект прицела значит первое это гарантия и книжечка с полным описанием значит можно здесь увидеть английский русский язык это очень удобно также гарантийный талон когда был произведен произведен прицел ну и соответственно сроки гарантия дальше в комплекте входят уже кольца металлические на быстросъеме то есть здесь есть винт кого нету там кронштейна у кого нету вообще можно устанавливать на них далее идет зарядное устройство плюс одна батарейка комплекте полностью блоки идет наглазник на прицел ремень и шнуры принципе все полный комплект все удобно практично можно переносить прицел днем все переходим к пристрелке пристреливать я буду стандартным способом вынимаем затвор сейчас мишени у меня висят уже на дистанции 100 метров слева стоит камера она тоже посвечивается теплым справа тепловая мишень открываем объектив включаем прибор и первое что я делаю я устанавливаю винтовку таким образом чтобы увидеть по каналу ствола свою мишень значит сделаем это абсолютно как говорится на глаз я в принципе хорошо все вижу кому неудобно пристреливать сразу на 100 очень удобно также пристрелять на 50 метров допустим меньше патронов понадобится вам чтобы пристрелять особенно если нету опыта пристрелки я включу сейчас видеозапись чтобы каждый мой шаг вы наблюдали по видеозаписи также эту запись мы приложим так все вижу мишень в канале ствола принципе она у меня практически совпадает с моей мишенью вот сейчас я сделаю первый выстрел буквально наугад повесил большой лист белый и далее по пулю мы сориентируемся ведем корректировку еще хочу сказать что один клик на 100 метров равен одному сантиметру 27 миллиметров согласно инструкция согласно заводу-изготовителя так не забываем про технику безопасности надеваем уши патрон у меня невысокоточный будем надеяться что группа соберется хорошим что я выполнил сейчас первый выстрел мишень внимание выстрел сейчас ходим посмотрим куда я попал но еще хочу огласить один момент значит что я еще заметил других тепловизионных прицелах такой достаточно большой минус да и несколько волков я упустил с этим минусом тестируя разные приборы значит сейчас мы протестируем гайд на наличие либо отсутствие такой же ошибки производителя я сейчас говорю о режиме картинка в картинке значит именно этот режим нам часто дает проблему это разные стп то есть смотрю в нижнюю картинку цели все равно зверя то верхней картинке сты поменяется либо наоборот то есть в зависимости как вы пристреляли вы действительно можете сделать подранка на охоте либо там не попасть мишей я нажимаю кратковременно сверху один раз и тут же у меня появляется быстрое меню режим картинка в картинке может быть расположен слева по центру либо справа мне удобнее по центру значит я выбираю его удерживаю клавишу и как мы сейчас это все проверить смотрите я навожу очень точно сейчас снова включая видеозапись ровно на центр мишени стараюсь не двигать винтовку и мы уже по видеозаписи сейчас мы посмотрим есть соосность либо нету то есть я навожу в центр сейчас буду добиваться увеличения вот поставил на максимальную кратность и крестик у меня ровно-ровно посередине это отличный факт который проверяйте обязательно в своих теплоприцелах других марок значит на сегодняшний день гайд не имеет такой проблемы есть и это огромнейший плюс повторюсь я упустил несколько волков именно по этой проблеме с другими прицелами вот ну что пойдем проверять куда мы попали останавливаю видеозапись затвор открыт пойдем смотреть и выполнить после корректировки мы видим что пуля прилетела по вертикали очень хорошо а вот по горизонтали ушла левее берем линейку значит до центра у меня примерно пять с половиной сантиметров я веду где-то 4 клика сделаю поправку вот и постараемся собрать кучку повторюсь у меня не высокоточный патрон обычный охотничий поэтому не будем ожидать там хороший сильно куча но по факту нужно в любом случае сместить стп правее сейчас это сделаю сделаем три выстрела уже непосредственно миша воду поправок я захожу меню удерживаю центральную кнопку сейчас мы рассмотрим функции быстрого меню кратковременно нажимаем клавишу что это меню мы можем с вами выбрать режим картинка в картинке расположить картинку можем верхнем углу справа слева либо по центру регулируем яркость отслеживание горячих точек режим энергосбережения стадионометрический дальномер а также выбор дистанции от 50 до 500 метров оставляем на сотни для входа подробное меню удерживаем клавишу одну секунду первом режиме мы можем полностью обработать нашу картинку например улучшить изображение выбрать режим сцены выбрать цветовую палитру яркость контрастность выбор калибровки класс красного нока далее модель конфигурации здесь мы можем пристрелять нашу винтовку также при смене винтовки этот же прицеп можно использовать на нескольких типах а b c d e f большое количество можно использовать перенося с одной винтовки на другую оставляем в режиме а также выбираем тип штриха выбираем удобную вам сеточку 10 вариантов я выбрал вариант номер 8 цвет сетки белый желтый зеленый синий красный черный остановимся на а также регулируем яркость следующая функция позволяет нам пристрелять прицел на любую дистанцию всего пять вариантов мы использовали с вами дистанцию 100 метров 200 и 300 метров процессе обзора мы регулировали с вами x и y а далее сохраняли настройки нажимали клавишу да длительным удержанием выходим из меню следующие функции вай фай модель записи настройка водяного знака регулируем автоматический сон автоматическое выключение индикация зарядки то есть эти функции могут отображаться на экране вы можете их скрыть и регулируем режим ожидания так называемый ждущий режим прибора далее настройка языка русский английский французский далее формат времени форма дата она может указано быть на экране можно ее скрыть форматирование восстановление значений по умолчанию пульт дальномер координаты дальномера лазерная указка регулировка указки мы рассмотрели с вами все функции данного прицела заряжаем конечно очень холодно сегодня но будем делиться с вами информацией так красивый кадр получился еще не подходя к мишени я попал даже обычным охотничьим патроном который я использую в основном на лесу вот да это оболочка но в принципе я думаю это сантиметров 6 мы наверное вложились но грелку попал значит на 100 метров мы перестреляли сейчас пойдем посмотрим результат и перейдем на дистанцию 200 далее 300 метров сохраняю видеозапись едем смотреть смотрим результат все шикарно для охотничьего патрона значит 1 пулька пришла ровненько в центр 2 тоже рядом но немножко ниже если брать по кучности обычного там валового патрона но где-то четыре с половиной сантиметра по вертикали немножко разбросала но ничего страшного под мои охотничьи задачи вполне будет за глаза сейчас мы переходим на дистанцию 200 300 метров возможно это и моя ошибка потому что честно очень холодно руки замерзли вот дует сильный ветер сейчас у нас примерно минус 7 идем дальше он дистанцию 200 метров сейчас перестрелкой на 100 я выполню один выстрел грелку далее подъеду посмотрю насколько сантиметров пуля упала скорректируюсь и веду поправки уже в прицел на 200 метров так включаю видеозапись чтобы вам было все видно отлично вижу мишень целью все ровно в центр снова стп неизменная картинка в картинке тоже в центре внимание выстрел пойдем посмотрим насколько сантиметров пуля упала ниже пуля пришла ожидаемо ниже я целился ровно в центр грелки получилось у нас ровненько 10 сантиметров сейчас ведем поправку и сделаем серию из трех выстрелов ровно в центр мишени пуля упала на 10 сантиметров я целился ровно в центр значит сейчас делаем поправку дистанция 200 поставлю пятерочку значит соответственно плюс 5 можно делать немножко по-другому можно примерно прикинуть либо поставить там две точечки тепловые в том месте где у вас было отверстие пули и просто свести перекрестие вниз то есть я целюсь ровно на мишень и опускаю сеточку раз два три 4 5 на пулю вот но я поставлю 5 кликов значит попробуем собрать серию из трех выстрелов так сохраняю нажимаю до долго удерживаю так стрелять буду картинка в картинке ничего даже увеличивать не буду вот для примера вам покажу что все видно все красиво мишень черная точечка покажу вам разные виды вот так красным цветом фиолетовый неплохой зеленый цвет мне очень нравится кстати вот как бывших опах вот я выберу белый цвет я выберу давайте снова черный так три патрона в магазине продолжаем так на записи стоит вы будете все видеть внимание выстрел закончить запись поставлю в ждущий режим прицел ну что поедем посмотрим так то есть я целился в центр вот сюда и три пульки легли давайте посмотрим между сами самыми дальними 76 половины 7 сантиметров в принципе я оставлю так меня вполне это устраивает повторюсь то здесь у нас все пусто вот здесь у нас горячее вещество скопилось я целился вот сюда ровно в принципе вполне достойно кучность все хорошо значит сейчас снова я наверное уже поступлю по-другому баллистика патрона мне понятно я просто введу в калькулятор игоря борисова все вот эти данные и сделаю выстрел уже на 300 метров и мы посмотрим как у нас данный патрон комплекс прицелом отработает на 300 я доволен все шикарно и минимум патронов затрачено на пристрелку данного прицела поехали так мы перешли на дистанцию 300 метров сейчас я веду поправку по калькулятору игоря борисова мне нужно сделать порядка 15 кликов значит захожу снова меню при стрелке выбирают 300 метров и по оси y загоняю до 15 есть 15 нажимаем кратковременно так нажимаем да и снова кратковременным удержанием выходим так сейчас попробуем зацепиться за мишень конечно это будет достаточно непросто потому что на данный момент я не знаю скорости своего патрона но я думаю что примерно куда-то куда должно попасть в бойную зону по крайней мере животного но на такие дистанции я редко стреляю честно скажу для меня в основном дистанции это до 200 метров именно ночью так нажимаю кнопочку записи чтобы вы все наблюдали значит смотрите вот так видны мои мишени снизу стоит аппаратура вот здесь и здесь стоят камеры а вот эта точечка это мишень по которой я сейчас буду стрелять так немножко увеличу ну что пробуем еще ветерок поддувает ну и еще один все поедем смотреть прицел оставлю включенную наше силуэта как мы подъезжаем смотрим в том числе вот верну назад так хорошо ну что поедем на машинке катимся посмотрим что у нас получилось ну что друзья результат более чем меня устраивает вот три попадания первое второе третье вот эта пулька это я взял грелку с 200 метров значит смотрите расстояние между 11 сантиметров растянулась по вертикали но опять же требования к охотчему патрону они такие вполне меня устраивает значит вы сами все видели для меня это более чем приемлемый результат для моих охот за глаза я в основном охочусь на волка также вот такая кучность на 300 метров вам позволят добыть лисицу вот но для меня самое главное волк не говоря уже о копытных никаких проблем я думаю если будет патрон чуть-чуть получше там снаряженный релоуд к сожалению беларусь у нас запрещен да но если вы владеете такими знаниями результат будет гораздо лучше я уверен с данным прибором ты у 450 себя полностью оправдывает повторюсь я с ним охотчусь уже но более полугода и протестировал в разных условиях дождь туман снег сегодня минус 7 достаточно сильный ветер видно хорошо но влажность тоже повышенная порядка наверно 80 процентов все красиво желаю вам точных выстрелов удачных охот до встречи а и Продолжение следует...